Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». С вами Наталья Денисова, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас рыбный выпуск. Герой сегодняшней программы знаком каждому. Особенно он по душе хозяйкам, которые не любят возиться с приготовлением рыбы. В этом случае достаточно просто открыть баночку. Ароматный вкусный продукт может стать ингредиентом блюда или самостоятельно утолить голод. Думаю, вы уже догадались, что сегодня мы поговорим о консервированной рыбе, а именно о сайре. Выясним, остается ли хоть немного пользы в продукте после консервации, на что обращать внимание при выборе такой рыбы. И, конечно, проверим на качество несколько популярных торговых марок. Мы начинаем! Цельные кусочки рыбы или фарш. Можно ли определить качество консервированной сайры еще до покупки? Что может сказать о продукте упаковка и что значит металлический привкус? Сегодня узнаем! Сайра, как и любая рыба, источник белка, ненасыщенных жирных кислот, витаминов и минеральных веществ. Не зря этот продукт стал основой многих рецептов повседневной кухни. Тем, кто не любит тратить время на обработку свежей рыбы, производители предлагают готовую в консервированных банках. Те, кто считает, что консервированный продукт полностью лишен всех полезных свойств, ошибаются. Например, рыбий жир и белок почти не претерпевают изменений. А кальция из такого продукта можно получить еще больше. Все из-за того, что кости в консервах тоже можно есть, ведь они намного мягче, чем в свежей рыбе. Но есть и ложка дегтя, точнее соли. Консервы довольно соленый продукт, так что к здоровому питанию их отнести все-таки сложно. Больше всего в эту категорию подходят консервы натуральные. Сырье просто кладут в банку и стерилизуют. Всего в нашей стране таким способом консервируют около 50 видов рыбы. К ним относятся и сайра. Спросим у самарцев, на что они обращают внимание, чтобы купить хороший продукт. Чтобы продукты обязательно были свежие, ну и естественно на цену. Ну она должна не пахнуть, не разлагаться, ну быть приятной на вкус, ну чтобы не было отвержения от продукта. Целая банка, без каких-либо потеков, нормальные сроки годности, то есть не какие-то мутные выбитые цифры на баночке. Чистенькая упаковка, аккуратно приклеенная. Рыба, лавровый лист, соль и перец. Именно так выглядит идеальный состав сайры. Использование консервантов и пищевых добавок исключено. Вообще желательно покупать консервы с надписью ГОСТ. Так вы точно будете уверены в том, что рыба в баночке будет не меньше 70%. А ведь некоторые производители очень хорошо экономят, разбавляя продукт большим количеством заливки и предлагая потребителю купить воду по цене рыбы. Если заливка темного цвета, будьте уверены, режим стерилизации консервантов был нарушен. Такой продукт не опасен, но его вкусовые качества оставляют желать лучшего. Обратите внимание на срок годности. Консервы хранятся относительно долго, но не вечно, а точнее около двух лет. Если на этикетке указан более долгий срок, стоит задуматься о качестве такой рыбы. Чтобы понять, какие консервы окажутся действительно хорошими, возьмем на пробу три варианта от трех разных производителей. Героями сегодняшней программы станут торговые марки «Вкусные консервы», «Даль морепродукт» и «Пять морей». Расставим по алфавиту согласно названиям и присвоим каждому номер от одного до трех. Испытаем и в завершении узнаем, кто окажется победителем программы «Сохраняйте чек». Покупая консервы, мы никогда не можем быть уверены в качестве их содержания. Ведь даже если состав продукта натуральный, производители могут использовать несвежую рыбу или же положить слишком мало продукта, а вес добрать с помощью заливки. Но это не значит, что покупать такую сайру можно не глядя. Проверить еще в магазине, качественный продукт мы покупаем или нет, можно по качеству упаковки. Она должна быть не деформируемая, не должно быть следов коррозии, если речь о ржавчине, ну и безусловно не должна быть нарушена герметичность. Этикетка должна быть хорошо приклеена к банке. Если нет, значит консервы сильно пострадали при транспортировке или они вовсе поддельные. После открытия качество продукта можно определить даже без дегустации. Если в баночке оказался фарш из рыбы, технология производства явно была нарушена. И больше у такого производителя продукцию лучше не покупать. В гости это все благополучно прописано. Куски и рыбы должны быть целы. При выкладывании из банки они не должны распадаться. И поперечный срез кусков или рыбы должен быть ровным. Иногда потребители жалуются на посторонний металлический привкус в продукте. Но не придают этому большое значение, считая, что жестяная банка так или иначе отражается на вкусе. У специалистов на этот счет совершенно иное мнение. Вкус металла это, возможно, не совсем качественное изделие, непосредственно упаковочное. Когда катионы металла могут проникать непосредственно в консервы. То есть недостаточно пассивная среда самой упаковки банки. Такой продукт может быть опасным для здоровья. Так что если вы почувствовали металлический привкус, не рискуйте. Такие консервы употреблять нельзя. А вот кто из героев сегодняшней программы сможет порадовать гостя выпуска своим вкусом и, конечно, качеством, смотрите далее. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Экспериментальным путем ученые доказали, что такие консервы при определенных условиях могут храниться десятилетиями. Но все-таки лучше, если купленному продукту будет не больше года. Самое главное – посмотреть на дату изготовления. Кстати, ее могут писать как на упаковке, так и выдавливать на крышечке. Конечно, на крышке информация более достоверная, поэтому лучше всего доверять именно ей. Ну а мы проверим качество героев нашей программы в рубрике «Глубоко субъективные тесты». Чаще всего производители экономят очень простым способом. Они кладут в баночку меньше рыбы и больше заливки. Платить заводу потребителю вряд ли хочется, а потому посмотрим, у кого из героев нашей программы больше всего рыбы. Победителем в этом испытании стал образец под номером 2. Рыба не должна разваливаться. Идеально цельные кусочки, которые остаются таковыми и вне упаковки. Все герои выпуска прошли проверку на отлично. Цвет заливки также говорит о качестве. Слишком мутная – значит, была нарушена технология производства. Но все герои программы хорошо показали себя в этом испытании. После того, как вы вскрыли баночку, необходимо переложить ее содержимое либо в тарелки, либо в контейнеры. Дело в том, что уже через несколько часов начнется процесс окисления продукта. И такая рыба может стать опасной для нашего организма. Именно поэтому необходимо следить за герметичностью такой упаковки еще в магазине. Будьте внимательны при выборе этого продукта. И, конечно, помните наши советы. Консервы – самый быстрый способ утолить голод. И пригодятся они не только на природе, но и дома. Дмитрий Тихонов занимается ремонтом и совсем не хочет тратить время и силы на приготовление еды. Для таких случаев у него всегда есть пара-тройка баночек с консервированной рыбой или тушенкой. Это удобно, очень сытно и вкусно. Конечно, если не ошибиться с выбором продукта. Предложим ему перекусить с айрой и заодно продегустировать три варианта, выбрав самый вкусный. Мне больше всего понравились первый вариант и второй, потому что первый самый такой жирный, самый насыщенный и прям мясо, много мяса. Второй, потому что, ну, средний по вкусу, средний по насыщенности. Ну, в общем, нормально. Консерва, как должна быть консерва. Третий вариант показался мне горьким. Из трех представленных вариантов я выбираю номер один. В сводной таблице представлены результаты всех испытаний. Наши участники достойно боролись за победу, а потому победителей на этой неделе несколько. Это торговые марки «Вкусные консервы» и «Дальморепродукт». Поздравляем победителей! Думаю, теперь вы наверняка сможете выбрать действительно хороший продукт и не ошибетесь в покупке. Главное, не забывайте сохранять чек. Смотрите нас в эфире телерадиокомпании «Губерния» или заходите на официальный сайт. Увидимся на следующей неделе. Пока!